Метановый двигатель Raptor Илона Маска установил новый рекорд среди ракетных двигателей, достигнув 268,9 бар давления в камере сгорания. Это хоть и на немного, но превышает текущий рекорд в 267 бар, который был установлен в далекие 90-е года нашим двигателем РД-180. Так что устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, что вы думаете о безумном Илоне и не забывайте поставить лайк этому видео. Сразу скажу, что не сравниваю наш супер двигатель РД-180 и Raptor, хотя бы потому, что наш работает на керосине, а американский на метане, который сам по себе предполагает большее давление. Но факт остается фактом, у Raptor самая большая тяга вооруженность среди всех двигателей, когда-либо действующих в мире. Двигатель создается для межпланетных полетов и его получат ракета Супер Хэви и корабль Старшип. И здесь хочется рассказать о новых технических решениях в самом Старшип. На этой неделе должны начаться испытания Стархупер, тестовые установки, которые являются уменьшенным прототипом Старшип. Обладая тем же диаметром, что и будущий межпланетный корабль, установка на треть ниже и на ней установлено не семь, а всего три двигателя Raptor. Сам Старшип высотой около 55 метров, а ракета, которая доставит его на орбиту порядка 67 метров. Предполагается, что заправляться космический корабль будет на низкой околоземной орбите, а его грузоподъемность составит 100 пассажиров плюс 100 тонн груза. Но самым интересным являются два изменения, которые внес Илон Маск в проект этого корабля совсем недавно. Первое. Корабль будет выполнен из сплавов нержавеющей стали вместо композитов из углеродного волокна. Дело в том, что Маск мечтает построить к 2050 году самодостаточный город на Красной планете, билеты в которые были бы дешевыми. А переход на сплавы из нержавеющей стали – это способ снизить затраты и быстрее построить саму систему многоразовых полетов в Старшип Супер Хэви. Звездолет будет выглядеть как жидкое серебро, сказал Маск, добавив, что у корабля будет зеркальная полировка, которая будет еще и отражать тепло. К тому же прочность стали, по словам инженера, повышается на 50%, когда она касается ультрахолодных жидкостей, в том числе и криогенного метана и кислорода, которые будет использовать Старшип в качестве топлива. «Я уверен, что корабль из нержавеющей стали будет легче, чем современный алюминий или углеродное волокно, из-за отношения прочности к весу в зависимости от температуры и уменьшенной потребности в теплоизоляции», – написал Маск в январе. Но самое удивительное изменение, по мнению экспертов аэрокосмической отрасли, и второе по счету, заключается в системе отвода тепла при прохождении корабля земной и морской атмосферы. Чтобы остыть, Старшип будет выпускать ракетное топливо через крошечные поры, как человеческое тело выпускает пот. «С наветренной стороны я хочу сделать первый в мире регенеративный теплозащитный экран. Корпус из нержавеющей стали с двойными стенками – это как сэндвич из нержавеющей стали», – сказал Маск. Между ними будет топливо, выходящее через микроперфорации. Теплозащитный экран будет выполнять двойную функцию, укрепляя стальной корпус Старшип. Такая система никогда ранее не использовалась. Хотя транспиративное или активное охлаждение пытались использовать для космических кораблей ранее, еще тогда, когда НАСА только готовилось высадить астронавтов на Луну. В патенте НАСА от 1965 года предлагается использовать мочу астронавта для охлаждения теплозащитного экрана на дне космической капсулы. Но сколько, извиняюсь, должен носать космонавт, чтобы охладить корпус корабля при прохождении твердых слоев атмосферы? Но Маск собирается использовать именно метан, так как любая жидкость на основе воды может быть подвергнута замораживанию и блокировке каналов охлаждения. Однако, блокировать каналы может многое. Например, голуби могут посидеть на носу корабля, пока он будет готовиться к старту. Или на Марсе металлические поры забьются вездесущей марсианской пылью. В любом случае, больше подробностей о Starship мы узнаем после испытаний прототипа в Техасе. Какими бы нереальными ни казались задумки Илона Маска, он уже не раз доказывал жизнеспособность своих решений, вопреки высказываниям скептиков. Западные эксперты и наши инженеры с интересом наблюдают за происходящим, как собственно и я. До встречи в новых выпусках!